слава иисусу христу слава господу богу всемогущему всех вас приветствую друзья благоставляю во имя господне по имя иисуса христа у нас сегодня хлебопроломление причастие евхаристия божественная аллилуйя приветствую всех благоставляю сейчас молюсь о своей семье благоставляю супругу свою драгоценную ину сергеевну детишек наших которых нам бог подарил с ней слава богу аллилуйя вот сегодня у нас 30 июля вот и сегодня у нашего среднего сына день рождения нашего серафима день рождения поздравляю его благоставляю во имя господне аллилуйя благоставляю сейчас семью вот на этой утренней молитве вот и их благоставляю кто подключился сейчас подключается на фейсбуке на этой странице основной вот и на ютубе благоставляю вас и ваши семьи слава богу во имя господа иисуса христа аллилуйя и вот в размышлении сегодня над строками из писания из книги откровений послание к семи церквям и вот здесь 7 стих 3 главы книги откровения 3 глава 7 стих 7 стих и дальше написано одно из посланий этих одно из семи посланий филадельфийской ангелу филадельфийской церкви напиши так говорит святый истинный имеющий ключ давидов который отворяет и никто не затворит затворяет и никто не отворит я знаю твои дела вот я отворил пред тобою дверь и никто не может затворить ее аллилуйя ну и дальше уже послание там уже продолжается ты немного имеешь силы но и сохранил слово моё и не отрёкся имени моего аллилуйя дальше там по ходу послания ну вот вот особенно хочу выделить сегодня я даже заглавил ну как бы заглавим это для картинки вот на ю тубе обозначил да кто обратил внимание насчет 8 стиха начала я отворил вот я отворил пред тобою дверь и никто не может затворить ее аллилуйя наш бог и альфа и омега и начало конец первый последний наш господь все могущий всесильный всемогущий бог действительно вот и ему вся слава и хвала я знаю что он отворил дверь если то никто не может затворить и наоборот если уже закрыл что-то то никто не может подлинно только лишь его есть царство и сила и слава вовек это сто процентов как вот молитве отче наш мы говорим да ибо твое есть царство и сила и слава вовек этим самым как бы как печать такую мы ставим мы утверждаем что действительно понимаем как бы прозрели что мы мы говорим тем самым что мы да что мы теперь знаем мы прозрели что твое есть только царство никакое царство земное никакое царство физическое там духовное никакое царство не может старались сравниться боже с твоим царством бог авраама исаака якова иегова бог патриархов пророков а воочи никакое царство не все несравнимо ну так грубо выражаясь в подметке не годится царству небес царству бога всемогущего ибо твое есть царство и сила мы говорим еще сила то есть тем самым мы утверждаем что никакая сила из всех сил известных нам или неизвестных нам много сил в этом мире разных но никакая сила не сравнится с силой господа бога всемогущего мы это и утверждаем молитвы отче наш то есть мы как бы да о стоп мы прозрели да ибо твое есть царство то несравнимые ни с чем абсолютно это настоящее царство все остальные царства это просто ничто это просто бардак это просто не что действительно полное не что твое есть царство Твое государство. Твое есть царство, государство. Твоя есть сила. И дальше мы говорим и слава вовеки. Аминь. Аминь, значит, как печать утверждаем. Да, это правда. Это истина. Да, да, мы это понимаем. Слава Богу. И дал нам слово примирения. Как вот 2 Коринфянам 5,19 сказано. Бог, который раскрывается в истории человечества, который невместим вообще. Никто не может вместить Бога в полном объеме. И он в истории всего этого людства, всего человечества в истории постепенно, поэтапно раскрывается. Открывается. Удивительная история. Откровение. И вот эта книга, последняя Библия, она мне очень нравится, что вот само название даже вот. Откровение. Вот. Что действительно, я так... Вся Библия, по сути, это есть откровение. Знаете, вся Библия, это такое постепенное, поэтапное откровение Бога человеку. Постепенное раскрытие Бога человеку. Открытие Бога. Раскрытие Бога человеку. Бог раскрывает самого себя. Поэтому книгу, эту... Книгу всех книг я так вот для себя именую, как именно книгу. Раскрытие Бога человеку. Открытие, откровение. Откровение. Он открывает себя, постепенно открывает, раскрывает раскрытие Бога человеку. И на протяжении всей этой книги, всех этих книг, этой книги, книги, книг, действительно раскрывается образ Бога. И действительно, образ Бога великого нам открывается, любящего, который есть любовь, который есть действительно отец наш. Ава, отче. Так взывает дух, который поселяется внутри человека. Это кажется многим людям верующим, многим людям религиозным, многим людям на этой планете разных религий. Даже христианам многим. Это кажется кощунством даже. Знаете ли, многим это кажется людям верующим. Даже это, ну, как бы недопустимым так вот обращаться к Богу. Но это правда. Когда Дух Святой поселяется не просто на нас, как вот, ну, большинство христиан, допустим, знают такое переживание некоторое. Вот. Когда Дух Святой на нас. Или Бог с нами, мы говорим, да. Вот такое переживание, хорошее, благочестивое переживание, но оно далеко не полное переживание-то. Оно лишь частично раскрывает Бога. Но раскрытие Бога по-настоящему уже, не по-нарожку, по-правдочному уже происходит, когда Дух Святой поселяется внутрь нас. Когда Бог в нас. Когда Эммануэль. То есть Бог растворенный в нас. Бог в нас сущий, пребывающий. И вот тогда, действительно, то, что кажется для многих людей кощунством, это факт. Ха! Авва, отче. Потому что авва это папочка, папуленька, папенька, татузь. Отче, это отец. Отец, папа, слава тебе, Господь, Боже всемогущий. Благословен Ты, Господь, Бог наш. Благословен, Боже всемогущий. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя за милость и спасение. Благодарю Тебя, Господь. И благоставляю великое имя Твое, Боже наш. Аминь. Благословен Бог наш, всегда, ныне, пресно, во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе, Царю небесный, Утешителю Дух истины. Ты, что везде пребываешь и все собой наполняешь, Сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас, И очистил нас от всякой скверны, И Ты спас благой души на Ваши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе. Слава Отцу, Сыну, Святому Духу, ныне, Близно, во веки веков, аминь. Бог Всебогущий, слава тебе, Слава и хвала, Ава, Отче, Сущий на небесах, Иегова, Бог Авраама, Исаака и Якова. Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, Да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, И прости нам долги наши, как и мы прощаем блажнякам нашим, И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава, во веки, аминь. Слава тебе, Господь, Боже Всебогущий, Благодарю тебя, Господь, Боже, благодарю, Благодарю за милость, за спасение. И 1 Иоанна 4, 15, 16 говорится, Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, В том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, И уверовали в нее, в эту любовь. Действительно. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, И Он, и Бог в Нем. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Благодарю тебя, Боже Всемогущий, Что ты есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в тебе, Господь Божий. А ты в нас. Слава тебе, Боже Всемогущий. Благодарю тебя. И исповедуем, что Иисус есть Сын Божий. Христос, Сын Бога Живого. Аллилуйя. Слава Тебе. И Ты подлинно, как сказано в послании к церкви филадельфийской, Ты открываешь, никто отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. И Ты сказал, я знаю Твои дела, Боже, и Ты знаешь, Господь, дела не только у тех филадельфийцев, но и нас, Боже. И действительно, Ты любишь нас, Ты любишь, Боже, спасибо. Зная все, Ты любишь, и веришь, и надеешься. О, спасибо, Господь, Ты верующий. С большой буквы, действительно. Вот я отворил перед Тобою дверь, и никто не может затворить ее. Аллилуйя. Спасибо, Господи, спасибо, Боже. Спасибо за открытые двери, Боже, в разных сферах нашей жизни. Ну, во-первых, паки-паки за ту дверь, которая есть, действительно, дверь спасения. Та дверь, которая есть Сам Иисус Христос, Сын Бога Живого. Та дверь, которая есть, Боже, действительно, Тобою отверстая, Господь. О, Боже, две тысячи лет назад, Боже, на Голговском кресте, Господь, эта дверь, она распахнулась просто-напросто. Если прежде она была приоткрыта, она приоткрывалась все больше и больше, больше и больше в земной жизни Иешуа, Иисуса. Она открывалась дверь еще больше и больше, но, Господь, на Голговском кресте и в воскресенье из мертвых Иисуса, действительно, эта дверь просто распахнулась. Настяш, спасибо тебе, Господь, и она не закрывается. Два тысячелетия, Боже, благодарю Тебя, вознесся, Сын Твой, благодарю Тебя, вознесся, Егенародный Твой, и воссел на почетном месте у Тебя, Господь. Пред Тобою, Боже Всемогущий, и 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, два тысячелетия уже, Он ходатай Нового Завета, посредник между Богом и человеком, ибо един Бог, един посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Предавший Себя Иисус Христос, Он предал Себя для искупления нашего, для искупления всех. И кровью Иисуса Христа, чистого и непорочного агнца, мы искуплены от суетной жизни. Аллилуйя, слава Тебя, искуплены от греха, от проклятий, болезни. О, во имя Христа, благодарю Тебя, Господь. Аллилуйя, вот и Андрей присоединяется здесь, слава Иисусу, за жертву Твою. Аллилуйя, аминь, аминь, аминь. Благодарим Господа Иисуса Христа за Его величайшую жертву, Господь. Спасибо, спасибо, спасибо. Боже, благодарю Тебя, Господь. И действительно, произошло это чудо спасения. И Ты открыл эту дверь, и никто не затворит ее. Хотя и политики, и религиозники, и религиозники различные христианские, и политики различные христианские, пытались, миллионы-миллионы христиан различных, пытались на протяжении двух тысячелетий эту дверь прикрыть, Боже, и свои пути какие-то выдумывать. Но ничего у них не получилось. Потому что Твоя дверь раскрыт это бою. А то, что Ты открываешь, написано, открывает, и никто не затворит. А если затворяет, никто не отворит. И Ты, Господь, затворял двери преисподни, Ты закрыл их, Боже. Спасибо Тебе, Господь, я благодарю Тебя. Вот Ты открыл пред нами дверь, и никто не может затворить ее. Аллилуйя. Дверь спасения. Аллилуйя. Вечной жизни. Слава Тебе, Господь. Это книга Откровения, 3 глава, 8 стих. Вот, я отворил пред Тобой дверь, и никто не может затворить ее. И двери распахнут. И лето Господне, это благоприятное. О, Боже, спасибо. Чудо великое происходит. Действительно, чудо великое происходит. И это происходит прямо сейчас. Два тысячелетия великого чуда. Но когда Слово Божье, Евангелие, приходят вглубь нашего естества, это осознание, оно приходит. И мы видим очевидное, как вот даже неверующие люди порой замечают, имеют глаза порой, но не видят. Вот, даже неверующие люди рассказывают многожды. Я слышал такие рассказы, примеры. Ищут ключи, допустим, да. Примерно, вот, у меня есть ключи здесь у меня, допустим, да. Вот, под носом лежат. Ищут, ищут, не может найти. А потом, бац, о, так вот же ключи. Вот, как бы, как будто бы открываются глаза. Вот, даже неверующие люди замечают такие вещи. Я, кстати, уже сколько раз слышал такое. Ну, а верующие подавно замечают. Вот, подобные вещи. Имеешь глаза порой, не видишь, Господь, открой мне в этом глаза. Помоги, Господь, во имя Иисуса Христа. Оба. Вот оно ж. Многие христиане, занимающиеся бизнесом, разного рода бизнесом, тоже такое рассказывали. Я слышал уже многожды такое. Такие свидетельства от разного, ну, как бы, сейчас скажу, даже уровня бизнеса свидетельства. Значит, люди порой, ну, допустим, нет свежих идей таких, да. И, ну, как верующий, верующий понимает, что они есть. Просто имеешь глаза, но не видишь пока, закрыты еще. И молишься, мне братья рассказывали такое. Молюсь, говорит, вот, Господь, открой глаза, покажи, потому что я, говорит, ну, сам по себе ничего не могу без тебя, Господь, действительно. И вдруг раз, бац, точно, бизнес-идеи свежие такие. И, притом, в нужное время открывается дверь, такая вот финансовая такая, значит, и человек, опа, зарабатывает. Значит, и вообще, и вот как зеленый свет открывается. Во всем абсолютно. Вот, не может выйти замуж сестра там, жениться, не может брат. Молится, Господь, закрытые глаза, открой. И вдруг, бац, точно, открываются глаза. Куда надо, закрываются, а куда надо, открываются, наоборот. И счастливая семья рождается. И во всем, во всем абсолютно так. Удивительно, есть множество, миллионы дверей различных. Каждый день десятки, сотни порой разных дверей. Знаете ли, у нас всякого уровня, всякого рода двери. Но когда мы взираем на начальника веры, совершителя веры нашего, Господа Иисуса Христа, молимся, то много ж до свидетельств. Именно дверь открывается. Молитесь, друзья. И молюсь о вас сейчас, о всех, кто и онлайн подключился сейчас, подключается. И те, кто потом в записи будет смотреть, да, открываются ваши глаза. Да, пусть во имя Христа Иисуса вот эти свежие идеи творческие. Я как художник это говорю, я там, у кого что, допустим, да, у бизнесмена бизнес, допустим, у кого-то еще там что-то еще, там, значит, там, ну, вот, к примеру, идея живописи, да, творчество, вдохновение. Господь, ты мой источник вдохновения. Только раз, чух, открывается, действительно, глаза открываются, видишь, в малом, великой, видишь, в ничтожном, просто красоту неописанную. Видишь, действительно, источник вдохновения, потому что открывает двери свои. Аллилуйя. Вот, но это действительно стало возможным для нас, для верующих, благодаря тому, что открытая дверь, Иисус Христос, открыт всегда, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Благодаря этой отверстой двери все остальное открывается. Просто благодаря этому открытому все открывается абсолютно. Лишь бы мы доверяли Господу и взирали на Него, начальника веры, совершителя веры. И признавали, что действительно без Него, без Тебя, Господь, ничего не могло сделать. Действительно, хорошего ничего. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Аллилуйя. И благодаря жертве Христа, действительно, хочу совершить причастие с вами, друзья. У меня еще остатки халы есть. Остатки роскоши. Шаббатный. Я так, ржавной хлеб покупаю, допустим, а вот на шаббат покупаю халы. Ну, по-русски, плетенка белая такая. Да. Аллилуйя. Вот. И молюсь сейчас Господу и благодарю Его. Сама Евхаристия, вот хлебопреломление, причастие. Шалом, Алекс пишет. Шалом, брат. Само вот это причастие, Евхаристия, значит, это в первую голову для меня. Это благодарение. Это благодарение за все. Благодарю Господа за все, за милость, за спасение. Благодарим, благодарим, за твою любовь благодарим. Достоин ты вечной хвалы, за твою любовь благодарю. Тебя я благодарю, за твою любовь благодарю. Достоин ты вечной хвалы, за твою любовь благодарю. Благодарю. Аллилуйя. И благослови Господь Божий хлеб сей честным телом Христа твоего. Аллилуйя. Аминь. То, что в чаши сей честной кровью Христа твоего. Аминь, аминь, аминь. Приложив это духом твоим святым. Аминь. Аминь. Спасибо, Господь. Аминь. Аллилуйя. Одно из твоих имен, величественных твоих имен. Аминь. Так говорит. Аминь. Аллилуйя. И когда я провозглашаю Аминь, я провозглашаю одно из имен моего Господа. Спасителя моего, Искупителя моего. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Я люблю это твое имя. Потому что оно, Господь, оно означает истина. Да будет так. А действительно, то, что ты делаешь, это все истина. То, что ты говоришь, это все истина. То, что ты совершаешь, это все истина. И да будет так всегда. Аллилуйя. Так оно и есть всегда. Спасибо, Господь. Благослови, Господь. Благослови, Боже Всебогущий. Во имя Христа Иисуса. Аминь. Тело Христово примите. Источника бессмертного вкусите. Аллилуйя. 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 Аминь. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, Боже наш. Благодарю Тебя. Благодарю. За таинство сие. За тело и кровь Твои. Благодарю, что два тысячелетия уже отверсты дверь великая на небеса. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками. Человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Благодарю Тебя, Господь, что кровью Твоею святою отверсты великая дверь. И никто не может затворить ее, Господь. Потому что Ты открыл ее. Потому что Твое есть царство, государство. И сила Твоя всех сил. И слава Твоя. Вся, абсолютно вся слава Твоя, Господь. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовек. Аминь. С еврейского серафим. Это огненный, горящий сераф. Огненный, горящий, пламенеющий, жалящий. И пусть Господь благословит, пламенеть Господом, пламенеть любовью Его. И всех наших детей благоставляем сегодня. Потому что они сегодня сделают праздник. Вот, я онлайн участвую. Алекс тортик даже прислал. Такой смайлик. Аллилуйя. Спасибо, Алекс. Вот, значит, и я буду только так вот через скайп, через мессенджер видео. Вот, а благоставляю супругу свою драгоценную, Инну Сергеевну, сегодня. Благоставляю ваши дома, родных и ближних, благословением священническим. Кто в Киеве, из тех, кто онлайн подключился, может, на Фейсбуке или здесь, но, значит, доброе утро. Да, аллилуйя. Благоставляю тоже. Артур Балдаков. Да, благоставляю вас тоже, да. Сразу и на Фейсбуке трансляция идет, и на Ютубе. Вот, и сегодня вечером, да, сейчас от полседьмого утра, получается, в семь часов вечера, 19.00, начало будет семинара. Здесь, вот, неподалеку, возле станции метро Чернигевска, значит, на Попудренко, 52А, 52Б, вернее, извиняюсь, там, где СНЛ находится, офис СНЛ, там, значит, находится, есть большой зал, и вот в этом зале проходит и богослужение. В субботу я там проповедовал в церкви исцеление народом, там арендуют выходные дни разные церкви, и в субботу, и в воскресенье там довольно такая оживленная жизнь, такая ремидиозная, церковная. И вот, сегодня вечером там арендует зал Киевская еврейская мессианская община, которая любезно пригласила меня, вот, Борис Саудш, Христианку, мой старый друг, товарищ и брат, значит, пригласил, значит, что, провести семинар. Семинар по истории христианства, Израиль и церковь, я буду продолжать тематику эту, вот, приходите, приглашайте ваших друзей киевлян и гостей столицы, приглашайте, пусть Бог благословит вас всех. Благословляю во имя Господне. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светом лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Благословит тебя, даст тебе мир. Благословит тебя, даст тебе мир. Благословит тебя, даст тебе мир. И я, и мы, и мы с ним, с нашей киевской архипископией, реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев. Мир всем вам. Аллилуя. Аллилуйя! Аллилуйя!